Итак, ребята, приветствую вас. Сегодня буду бриться, ну, помните, мою косметичку. Сегодня буду бриться француженкой. 1,96. Вот такая вот у меня красавица, 6,8. Многие ее помнят. Она у меня досталась от одного человека, которая, собственно говоря, шла вот с этой колодочкой дома. Замечательная бритва. Мне очень нравится ее клиночек. Он очень интересно сделан с вот такой вымочкой в пяточке. Вот. Так что, посмотрел географию моих подписчиков. Был приятно, конечно, удивлен. Вот. Потому что это Эстония, Латвия, Литва. В Эстонии я был в Таллине два раза. Вот. Потом, значит, Португалия, Америка, даже в Назеланде. Я обалдел. Ну, в Назеланде-то, конечно, это, наверное, явно кто-то из русских. Вот. А Россия, это само собой, понятное дело. Ну, что приятно. Казахстан, Киргизия, ребята. Привет. Ну, естественно, Украина. Ну, как без нашего? Украина, родная. Ну, что вы? У меня же в роду ребята по отцовской линии запорожские казаки. Потом их стали переселять. Екатерина стала переселять, чтобы они защищали южную часть, ну, там, где сейчас Кубань. А другая часть пошла по югу Украины. Вот. Это там остались мои предки. Вот они оттуда. И фамилия моя, конечно, сначала не заканчивалась на «О», а потом уже стали... Окончание «О» было фамилией «А». Так было бы «А». Вот. Значит, ребята, я сегодня что сделаю? Я хочу вернуться к многострадальному вот этому мылу. Теперь уже точно знаю, что это лаванда. Ну, вопрос, вернее, запах спорный такой, кому-то нравится, кому-то нет. Я от него не в восторге. Вот. Но я, кажется, как мне показалось, нашел решение. Вот. Этому мылу. Сейчас я вам все это покажу, продемонстрирую. Вот. Быстренько как раз подготовлю. Вот. Значит, все гениально, как обычно, просто. И, как в той фразе, ларчик открывался просто, так получилось и здесь. Значит, что я имею в виду, я сейчас вам покажу, ребят. Пока замочу помазочек. Вот все тот же помазочек, чтобы у нас ничего не менялось. Вот. Затем нанесем пришив. Наш стрюфит. Я обратил внимание, что после Т-шечки я два раза брился. У меня странное такое ощущение, будто у меня щетина стала гуще. Этого не может быть, по сути, поскольку сколько было корней, столько и осталось. Потом ногу уже вряд ли чего вырастет в моем возрасте. Вот. Но, однако. Вот. И сейчас я посмотрю, как, кстати говоря, я справлюсь с своей француженкой. Вот. Я хочу ребятам большой привет передать Александру и Стасу. Я был свидетелем вашего дебюта. Вот. Ребята в прямом эфире. Транслировали свое бритье. Здорово. Даже дело не в том, что как там все это было. Косо, криво, это все детали. Сама идея, это уже замечательно. Замечательно, что у нас вот есть люди, которые это дело все изучают, любят и транслируют. Так, я не вижу своего здесь полотенечка, которым я себе распариваю лицо. Сейчас, одну секундочку, буквально. Вот. Значит, ребята, кто только начинает распаривать, ну и вообще заниматься влажным бритьем, ну смотрите, складывается полотенце в трубочку, но не в нижней части, там где складочка вот такая, а верхнюю, чтобы она хорошо заполнялась водичкой. Вот когда она водичка хорошо заполняется, сквозь нее проходит горячая водичка, и полотенечко остается дольше горячим. Вот. То есть получается, знаете, как будто мешочек, вот. Вот, конечно, водичка убегает, но вот когда мы вот таким вот образом наливаем сюда водичку, то она получается как мешочек, как курдючок такой. Вот, чтобы не шумело. Вот, видите, этот курдючок, он прогревается хорошо. Значит, обжали, потому что первая вода, она все равно, она охлаждается, поскольку полотенце само по себе, ну, прохладное. Вот. И еще разочек уже прям кипяточек туда заливаем. Вот так. Пришлиф я уже нанес, и теперь распариваем лицо. Я еще раз говорю, что я, лицо, у всех все по-разному, я лицо распариваю не сильный. Потом все. Сейчас легенькая такая подготовочка. Вот. И, надеюсь, этого будет достаточно. Так, теперь самое главное. Момент истины. Значит, вот она. Вот мой мак. Мак. Вот, скатал. Водичку сливаю, чтобы она не расплескалась. И вот, смотрите, значит, по методу Александра, у меня действительно, я мыло сейчас чуточку размочил. То есть у меня, ну, само мыло, оно имеет форму такой раковинки. И то есть здесь водичка, она сама по себе уже есть. Как я понял, просто ребята исходили из своего опыта. А я методом подбора и, говорится, экспериментов пришел к следующему. На что я обратил внимание. Когда меня вот Александр советовал со Стасом поинтенсивнее взбивать пенку именно на мыле, то я понял, что да, она взбивается замечательно. Я смотрю, пена такая хорошая просто. А начинаешь на лице, а она, сами видели, то есть были свидетельцы. Так, вот. Я подумал, так, а если взять там, вы посмотрите, ребята, я вот беру вот просто чуть-чуть беру вот этого мыла. Не взбиваю его, просто вот-вот. Чуть-чуть, чуть-чуть наберу. Едва касаясь этого мыла, набираю его. То есть не забиваю помазочек этим мылом, потому что если интенсивно работать на самом мыле, то помазок просто-напросто забивается, и он, я почему понял, что очень забитый помазок и вообще очень густой крем, ну, мыло, потому что когда я станочком стал, стал его промывать, он там был забит и просто. И там было не просто, знаете, как это бывает, остается пенка от мыла, чуть-чуть и все, а это была густая-густая такая масса. Вот. А теперь наберу, вскатал немножко водички, чтобы можно было смачивать в случае чего помазочек. Вот. Чуть-чуть смочил. Вы видели, то есть вот видите, буквально вот столько мыла. Много не надо. И смотрим. Вот что происходит, видите? Вот она и пенка. То есть мы фактически это дело взбиваем прямо на лице. Значит, по текстуре пенка, я обратил внимание, как ребята, как вот Станислав, в частности, из Одессы, который поел, блогер, он называет такую пенку немножко с пузырями. Вот. Но я сейчас не вижу здесь таких пузырей, но во всяком случае это совершенно другое дело, нежели то, что было, когда я просто мучился, не мог по нижшим делу. Кстати говоря, ответ пока мне не пришел в структуру. Поэтому вот видите, сколько у меня этой пены. И это я вот, ну, едва-едва касался мыла. Вот, смотрите. То есть счастье есть. Все это работает. Просто надо кое-что знать, экспериментировать и пробовать, пробовать, пробовать. Вот видите, во всем множество опыта и даже вот здесь вот в трюфете. То есть теперь вы будете знать, у кого будет такой Шевинг Мак вот с таким мылом не усердствуйте. Я даже в конце, помните, прошлое видео сказал, не усердствуйте. Вот. Вот оно мыло, прекрасное мыло. Я, честно говоря, просто не ожидал. Я доволен. Вот. Меня оно полностью, полностью устраивает. Я видел более дешевое мыло, они, ну, скажем так, менее дорогие. А не пениз, это вообще обалдеть как. Ну, вот этого просто, я считаю, предостаточно. Я смотрю, очень хорошая такая у него текстура вот, умыла. Значит, продолжаем бриться. Потом посмотрим, как будет в следующем заходе. У нас. Итак, поехали. Наконец-то, я так соскучился по этому инструменту. Вот. Бритка, бритва идет. Хорошо, кстати говоря, прямо на ней написано, что она поющая, но я не могу сказать, что она закажет прямо звонкой. Мне кажется, звонкая, бритва у меня очень лиса и петух. Тоже терраса. Ну, со стороны, кстати говоря, вам виднее. вот я был совсем свою тряпочку. как обычно, я никогда не смачиваю бритву. Работаем только по пене. И, кстати говоря, промываю тоже аккуратненько. Я даже, когда смотрю, если у меня здесь водичка не собирается, я не промываю ее. что хочу, ребята, еще отметить. Я, помните, как-то вам давно советовал найти такой маленький резервуарчик, которым можно было бы разбрызгивать и промывать хорошо бритву. Вот. Что я заметил? Если моющие средства очень агрессивные, будьте внимательны, потому что могут остаться пятна. Я как-то обратил внимание на своем кабранчике. Я его хорошо промыл и вроде бы и протер хорошо. Вот. А потом смотрю, есть некоторые потемнения. То ли не дал, знаете, как стали, так сказать, не дал хорошенечко просохнуть. Слушайте, бреюсь и просто балдею. Тэшечки, это, конечно, все замечательно. Это все, конечно, красиво. Вот. Я знаю, что большая часть моих подписчиков, скорее всего, бреются ими. Но, ребята, пытайтесь, пробуйте. И я вам хочу сказать, это вообще песня. Это философия. Здесь вот я как-то вчера когда шла трансляция у ребят, кто-то очень здорово подметил, написал, что есть бритье опасной бритвой. Да, это состояние такое, когда у тебя перед горлом реальный инструмент, который, скажем так, не игрушечный, вот. И я согласен, да, здесь поэтому вот такая вот концентрация, внимание. А потом, когда ты сам особенно работаешь, вот я сейчас с молодым ребятам, кто только-только начинает, ты очень концентрируешься. Я вспоминаю, когда я начинал, я ловил себя на мысли, что у меня ноги аж не мели в пятках. Вот я просто от напряжения стараешься не порезаться. Я хочу сразу, ребят, сказать, вот там парни, по-моему, или из Казахстана, или из Киргизии, судя по фамилии. Хотя, может быть, и татары, ребят, я не знаю. Но вот мне почему так показалось. Вот. И, да, вот сейчас возвращаемся опять к мылу. Смотрите, чуть-чуть водички, чуть-чуть мыла. Вот, просто взял, буквально помазал помазочками. И, поехали. Смотрим, что у нас получается. для меня вот сейчас это уже более правдоподобно. И пенка реально другая. другая. То есть, я хочу что сказать, что, в принципе, если я поработаю еще так недельку-другую, я к нему очень привыкну. И я думаю, что я, наверное, закажу себе целую пачку этого мыла. жаль, к сожалению, что только у них запах лаванды. Но вы посмотрите, пожалуйста, совершенно другая песня. абсолютно хорошая. Хорошо то, что она очень скользкая. Я обратил внимание, что ребята постоянно на это указывают. То есть, было должно быть скользким. Вот, ребята, это было действительно скользкое. и вы видите, как вы смотрите на помазочек. Смотрите, на что он превратился. Это пару раз мазнуло все. Я, честно говоря, даже подумал, думаю, блин, такой маленький кусочек мыла, если, конечно, по нему очень жестко и долго работать, то на сколько ему хватит на месяц. Если таким вот методом, то есть, чуть-чуть, буквально, как у меня сейчас, это совершенно меняет дело. Вот. Поэтому, хочу сказать, обратиться к гуру Александр, Стас. Вот видите, как говорится, век живь, век учись. Вам тоже будет это в качестве примера. Вот. И вы всегда сможете теперь тоже и этот момент учесть. Вот. как же здорово бриться клинковой бритвой. Я, по-моему, не закончил мысль по поводу ребят. Я начал говорить о том, вот-вот начнет из ребят бриться. Во всяком случае, у меня было так написано. я что хочу сказать. Главное, не спешите. Ребят, не спешите. Первые десять раз старайтесь просто не резаться. Не спешите. не обязательно сикательным. Вот вы, сейчас-то, тот, кто разбирается в этом деле, вот, увидит, когда я бреюсь, я бритву не совсем иду ровненько, а она у меня идет как бы с косиком, вот так вот, как коса идет. То есть, не так, а вот я чую-чую с косом. То есть, происходит так называемое вот это сикательное движение. Но, что я хочу сказать. Пока этого не надо делать. Можете потихонечку, пока просто, как будто вы снимаете мыло. Вот вы снимаете себе тихонечко мыло, натягиваете кожу обязательно, с тем, чтобы не зацепить. Особенно у ребят, у кого были проблемные юношеские такие годы, когда на коже оставались угрю, потом они за собой оставляли рубцы. У меня, слава Богу, этого нет, но у меня там другого хватает полно-полно всего. Вот. И здесь, конечно, надо натягивать кожу, чтобы бритва сама по себе не цеплялась. за кожу. Я в своем случае, поэтому и не распариваю синицо, потому что распариваешь лицо и лезешь бритвой, только так. Вот. И третий раз против шурстки. Смотрите, мой помозочек, какой был такой и остался. Он весь махнатенький. и фоня тихо. Значит, я чуть-чуть его, ну, даже не знаю, может быть, не надо было этого делать. Пифа, уйди. Вот. Так, ребят, пришлось вытереть все это дело и сам пообщаться с народом. Сейчас, значит, еще разочек, кадр 1, дубль 3. Чуть-чуть смачиваю помозочек, как дело прошлое. Это у меня будет третий проход против шурстки. Вот, беру мыло. Вот, чуть-чуть. Краешек совсем. Набрал вот столько. И поехал. Видите, сколько всего, да? здесь надо чуть-чуть приноровиться, сколько водички, вот, чтобы немного воды, немного крема. Вот, надо найти вот этот баланс. Кто-то скажет, да ну, там, баланс еще ловите, все такое. Ну, что ты скажешь? Вот. Ну, вот, опять, вы видите, да, красота. Если кто-то будет в трюфе брать это мыло, не будете, не будете, значит, если кто-то будет, я могу его теперь спокойненько рекомендовать, можно брать. Ну, то, какой прям. Смотрите, беленький, красивый, красивый, такой замечательный крем получается, пенка. Я, честно говоря, скажу так, что вот я сначала как-то думал, а как так люди пользуются просто пеной с баллоном? Видите, вот у всех, у всех в голове по-разному. Например, у меня вот эти чашки, где там ребята сбивают, ну, добиваются такой дикой пены, они как бы меня вот тоже не, ну, в общем-то, не влекут. Вот, и я думаю тогда, ну, раз такое дело, если человек просто пользуется с баллонами с пеной, его тоже эта вся тема не актикок заводит. Вот, смотрите, сколько этой пены, просто, не знаю, что делать. Вот, вот такая пена, я не знаю, видите, ну, я думаю, видите, хорошая, замечательная пена. Меня это порадовало, потому что, я думаю, не может быть такая компания, и с такой элементарной задачей справиться. Вот, она на мне лезет, вот, смотрите, весь помолок уже в этом мыле. Так, поехали. под носом, когда убираете щетинку, не поднимайте ее перпендикулярно прямо против щетинки, тоже с легким скосиком. Это я уже говорю ребятам, которые, ну, продвинутые, лезетинку, потому что, во-первых, легче волос срезается, сопротивление не такое. Одним словом, так проще, но надо аккуратненько, потому что вы ее ведете, бритва в этот момент еще, скажем так, агрессивнее. наконец-то весна. Говорят, какая зима была, такое будет и лето. Ну, зима была неплохая, в принципе. Очень хотелось бы, чтобы было хорошее лето. Значит, объяснял вот здесь уже, кто помнит, вот из уголков убираем просто язычком. помогаем чуть-чуть и все. Рот не обязательно раскрывать там. Видите, пена хорошо держится, нормальная пена. я еще, знаете, поймал себя на какой мысли? Я побрился тэшкой, а хочу сказать, что побрился не самым лучшим образом. Все-таки клюночек. Я здесь соглашусь, конечно, с Александром. Хотя нет, но я думаю, скорее всего, это в том, что он просто тэшечка уже давно не брился. Я же брился, это будет ни раз, ни два, ни три. я в принципе обривался абсолютно здорово. Да, скорее всего, просто несколько навыки утратил. Вот мыло. Достаточно нормально держится, то есть вот сейчас вроде бы все неплохо. по поводу размера бритвы все больше и больше прихожу к выводу, что минимально, минимально, что можно брать, это все-таки где-то, наверное, 5 восьмых минимум, брать еще меньше, на мой взгляд. Нет смысла. Все-таки клиночек должен присутствовать. Я как-то у Романа Пастухова увидел его первую пародию на Вартане, развернул клиночек и брелся гипотетически хвостиком от бритвы. Но чтобы это не выглядело таким вот образом, я думаю, что все-таки есть смысл брать клиночек. По мне я вообще прихожу к выводу, что, наверное, 6 восьмых это она. Но надо помнить одну истину, которая у всех своя, к сожалению. Наверное, правда, истина-то она одна. Хотя есть песня такая, правда, одна. Так вот, Дело в том, что 6 восьмых это понятие такое, знаете ли, неустойчивое. У французов 6 восьмых это 20 миллиметров может быть. Не врули? Нет, не вру. Здесь у меня 20 миллиметров, 20 с половиной миллиметров у меня. Но есть 6 восьмых, которые перевалили буквально за 19 миллиметров, а это полтора миллиметра. практически. То есть разница чувствительная на самом деле. Вот это надо учитывать, потому что вот мой помазочек, смотрите, какая пена. Я сейчас еще кое-где подберу себе чуть-чуть и потом выдавлю и посмотрите, что это похоже вот она. Белоснежная, шикарная пена. Не упала абсолютно ничего. вот вам, пожалуйста, ребят, видите, век живи, век живи, век учись. Я иногда, когда делаю обзоры, ну, как и всяк человек, мог бы ошибиться где-то в произношении фирмы или еще что-то. Так, сейчас это неудобно, очень сложно внести. Не сложно, но это отнимает времени от коррективы, потому что я иногда смотрю, там не совсем правильно сказал, там неправильно назвал. Так что, ребята, вот тут перепроверяйте иногда, это полезно. Знаете, я вам одновременно скажу, информация заслужит внимания, если она подтверждена несколькими источниками. Вот еще, я даже здесь не мочаю все это дело, я просто потихонечку наношу вот остаточки этой пены, которые у меня были. Если я сейчас начну, то сейчас все будет опять. Чуть-чуть водички надо. Я фактически вот трепенка, которая у меня была, вот я ей добриваюсь. Я скажу сразу, что да, если говорить, мне было вчера интересно, задал я Саше вопрос по поводу его любимого мыла, но его такая же улыбнула, но однако все-таки когда есть опыт ты приходишь к чему-то по какому-то выводу, делаешь какое-то заключение. Ну, кто-то делает, кто-то не делает, тут по-разному. но Александр не из тех, которые не делает. Вот. Я хочу, конечно, сказать, что мыло это, оно уступит крему, это понятное дело. Вот, но ненамного. То есть, просто, конечно, человек, если он испытывает удовольствие от Бороды Деда Мороза, это одно. тогда да. Ну, а как по мне, так меня больше волнует качество пены. Не количество, а сама пена, как она себя ведет, как она работает. И вот я хочу сказать, что вот сейчас, вот сегодня и вчера я, когда утречком побрился, я думаю, дайте не буду набирать много, да я как-то чуть-чуть попробую, потому что, когда только начинаешь, смотрю, поднимается очень. А потом все, он останавливается, забивается, помазочек, и все. Вот. Вот такие вот пироги. Поэтому экспериментируйте. И мне понравилось, что сказал Роман Бастухов, по-моему, я не ошибаюсь, вот, что наше мнение, это не есть последняя инстанция. Все мы люди. Вот. И точно так же проходим это все методом проб. Вот. И, естественно, без ошибок никак здесь. Знаете, как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот здесь чуть-чуть и вот здесь. Вот это все старенькая пена я просто колоду его намыла, но не взбивая пенку. И вот продолжаем мысль по поводу бритья, плитковой бритвы, тех, кто начали. Вы, ребята, старайтесь пока просто не резаться. Бог с ним там пропустили где-то какой-то участочек. Вот. Не пробрились. Это все потом на все придет. Я вообще почему-то думал, что я уже брез 4 месяца. Оказывается, я посмотрел первое свое видео, а ему 2 месяца. Ну, может быть, сейчас стопнет там 3. Навыки были, конечно. Я сразу об этом говорил. Но они были-то 20 лет тому назад. но это, кстати говоря, не велосипед. Здесь немножко по-другому. Потому что я порезался. ну, вот, кажется, готов. Вот моя кафтанишка рукавицыная мне дано выкнут подмышкой. Есть такое старое, старое бородатое стихотворение, которое учила меня моя бабушка Александра Ивановна. Она была директором детского сада. У меня была начитная женщина. Она, собственно говоря, меня к этому делу приобщала. И меня Симур, по-моему, Халилов. Вот фамилию могу выговорить, а вот Симе не могу ошибаться. Я, конечно, извиняюсь в случае с ней так круто. Так я что хочу сказать? Там был вопрос, что вы читали вообще? Какие книги читать? Я вам, ребята, сейчас скажу страшную вещь, сейчас я не считаю ничего. Я берегу зрение, вот, что-то пересчитывая. Меня сейчас даже больше радуют аудиокниги. Скажу почему. Вопрос зрения. Зрение садится, вот, а хочется еще мир посмотреть. А читал я в свое время, но скажем так немало, потому что если сказать, что много, то порой когда смотришь что где когда ребята там по-моему действительно они точно начитаны. Но у меня неплохая была школа, я невероятно люблю Чехова. Я прочитал все его 12 там. Кстати говоря, уверен, что это все его 12 там. Вот. Кстати говоря, опять же сейчас меня что-то спросить в деталях, могу и не вспомнить. Это вот моя волна. Чехов Куприн. Я читал Толстого и я хочу сказать, что я его не совсем понял. А вот сейчас понимаю, что он гениальный. потому что некоторые вещи я просматриваю и сейчас конечно понимаешь что надо. это я не открыл Америку для тех кто его сразу поняли. не все можно сразу понять. Здесь надо настроиться. Должна быть волна. Вы должны оказаться на этой волне с писателем. тогда понять например очень мало кому нравится Йосиф Бродский. А я вам хочу сказать ребята это гениальный поэт. Это просто гениальный поэт. Если его понять послушать это вообще и это кстати гряд человек. Многие считают что он получил Нобелевскую премию в силу того что был диссидентом и все такое. Нет ребят это просто это другая модель абсолютно другая модель но Иосиф Бродский это что-то невероятное. Но самый невероятный конечно ребята это Александр Сергеевич. Когда его читаешь вот если даже взять Евгения Онегина когда он описывает смерть этого Ленского выпуска вы посмотрите как он описывает его смерть и вот глаза он мертвого человека описывает как потухшие окна если кто-то конечно не дай бог чтобы это все вы видели особенно молодые ребят я это все видел я хочу сказать что вот Александр Сергеевич он конечно такое ощущение как будто этому человеку лет три но ребят у меня бесконечные проблемы с этой камерой вот и с одной стороны иногда когда получается то в общем неплохо я последний ролик сделал там неплохое качество на мой взгляд получилось все вот потом он и весь мир повидал эту камеру вот иной раз хочется ее выбросить вот значит я в принципе уже все закончил и потом послушать дзинь она и вырубилась вот я воспользовался автошейп трюф там и хотел никакой агрессии да и что хочу сказать что не хотелось бы конечно заканчивать на такой скажем грустной ноте ну там я уже посмотрел кусочек на чем я остановился значит там речь шла Александра Сергеевича Пушкина Евгения Онегине вот что хочу сказать ребята читайте классику особенно молодежь там есть все вы все найдете потому что и там знаете понимаете какая штука вот взять 19 век эпоха Пушкина Лермонтова чуть дальше на Толстой пошел все вот эта эпоха это люди я их отношу к категории звезд ну вот солнце грубо говоря солнце это звезда вот и что хочу сказать они руководствовались их детство все воспитание оно шло на древней мифологии то есть основой была древняя мифология вот и отсюда вот такой был сильный дикий взрыв вот невероятный взрыв вот вы обратите внимание потом в поэзии значит пошел потихонечку спад 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 они повторяли великих но уже были не такими великими это люди планеты вот то же самое писатели после людей планет идут оруженосцы ну это если вспомните сюжет про Дон Кихота он был Дон Кихот и был Санчо так вот вот такая вот история классика она это истоки и это очень глубоко на самом деле это очень здорово потому что то что сейчас все вокруг нас это космическая пыль вот вот такие вот дела да и как обычно значит ребята пишите задавайте вопросы и я по возможности постараюсь на них ответить я буду рад даже на них ответить все всего доброго я рад что я нашел решение к этому мылу вот и хочу сказать что вот эта ракушечка она полноценно замечательно работает если бы она еще была пахла миндалем вообще близится на небо хорошая оказалась неплохим то есть трюфит все-таки свое дело знает а я думаю через какое-то время я может быть переключусь еще на какие-нибудь интересные продукты вот ну получится естественно обязательно озвучу конечно обязательно покажу все всех благ всем ребятам счастливо спасибо спасибо Продолжение следует...